МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как и все, хочу, чтобы наш поселок был обустроен, чтобы нашим детям было где играть. Рейтинг благоустройства. Сегодня жители Черкеска, Карачаевска и Сжигуты выбирали, какой участок их города должен быть облагорожен в первую очередь. Это невозможно как-то описать, как часть жизни, которая уходит, которая ничем не заменить, как бы не пытался. Патриот, отличный работник и верный друг. В Черкесскую вековичили память бывшего руководителя регионального Росприводнадзора Али Куджева. Пускай не бокс, пускай шахматы, пускай фехтование, пускай гимнастика или борьба, но они найдут себя в спорте. Александр Давыдов воспитал в Карачаево-Черкесии целую плеяду сильнейших боксеров, призеров Европы, мира и даже Олимпийских игр. Секрет подготовки чемпионов из первых уст. Неплательщики возвращают долги энергетикам. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел сегодня совещание с членами межведомственной группы по улучшению платежной дисциплины в топливно-энергетическом комплексе. Члены группы доложили главе региона, что платежная культура населения неуклонно растет. По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика по всем категориям неплательщиков. Рашид Темрезов, в свою очередь, поручил руководителям газо- и энергоснабжающих предприятий упростить для населения процедуру установки и оформления приборов учета, а также внедрять электронные формы оплаты за энергоресурсы. Каким будет коммунально завтра родного города, его жители решали уже сегодня. Сразу в нескольких муниципальных округах Карачаево-Черкесии прошло рейтинговое голосование по программе формирования комфортной городской среды. Из нескольких предложенных вариантов жители Черкесска, Карачаевска и Юс-Джигуты должны были выбрать, какую часть их населенного пункта будут благоустраивать в первую очередь. Аня Тадышекова побывала сегодня на участках для голосования. Это так называемый парк «Зеленый остров» города Карачаевска. Сейчас это место мало напоминает зону для комфортного отдыха. Территория годами не облагораживалась, но теперь же шанс изменить облик «Зеленого острова» появился. Все в руках самих горожан. Этот парк еще в феврале вошел в перечень территорий, подлежащих включению в муниципальную программу формирования комфортной городской среды. Всего таких зон в Карачаевском городском округе было выбрано семь. Из этого списка горожане сегодня выбирали, с чего, по их мнению, лучше начать благоустройство. В специальных бюллетенях указаны проспект Бедраева, лесопарковая зона по улице Чкалова, парки в Тиберде и Карачаевске, аллея по улице Мира и территория на пересечении улиц Мира и Коста Хитогорова. Я проголосовала за «Зеленый остров», потому что считаю, что и летом должен быть досуг и для детей, и для взрослых, чтобы проводить время. У меня есть ребёнок, поэтому мне удобнее там будет проводить время и наслаждаться пейзажем. Кстати, в разработке ландшафтного дизайна этих парков самое активное участие приняли жители Карачаевска. Ведь кто, если не они, лучше всех знакомы с проблемами собственного города. Решаем будущее наших детей, в какой среде они будут находиться. Мы им даём возможность выбирать себе будущее прекрасное. Даже наши дети в садике знают об этом мероприятии. Они тоже сказали, вот наши маленькие детки тоже в садике изъявили своё желание. Они все в один голос говорят, мы хотим «Зеленый остров». На другом участке для голосования, уже в посёлке Московском, активность людей в этот день по неволе заставила вспомнить недавно прошедшие выборы президента, чтобы отдать голос за благоустройство одной из частей родного посёлка. Сюда снова шли целыми семьями. Я считаю, что если жители сами выбирают, значит, они, скорее всего, и будут следить за тем, что уже будет построено. Это важно, что они выберут. И важно, чтобы потом они контролировали, чтобы там был порядок. Я считаю, что это важно. Как и в Карачаевске, жителям посёлка было представлено на выбор несколько вариантов мест под благоустройство. Это территория бывшего ипподрома в Усть-Джигуте, поймы реки Кубань и район пруда в самом Московском. Сейчас это место выглядит вот так, ничем не примечательным водоём. Но если он победит на рейтинговом голосовании, то уже в этом году изменится до неузнаваемости. Появится современный пирс и беседки с лавочками. Зухра Датаева пришла на голосование с двумя детьми. Она уже больше десяти лет живёт в посёлке и уверена, что не имеет права остаться в стороне от решения таких вопросов. Знаете, как и все, хочу, чтобы наш посёлок был обустроен, чтобы нашим детям было где играть, чтобы взрослые проводили свой досуг всё-таки культурно, и чтобы это было красиво. И, как и все, мне всё-таки важно это. Поэтому я проголосовала за наше озеро, за обустройство нашего пруда в посёлке Московском. А в Черкесске жители города могли голосовать сразу на нескольких участках, выбирая, в каком порядке будут благоустроены пять заранее отобранных ими же парковых зон. Именно мы голосуем за определённую конкретную территорию, которая должна в этом году победить, и в этом году она будет благоустраиваться. Остальные четыре территории в течение пяти лет будут благоустраиваться тоже уже по убыванию. Голосование в Усть-Жигуте, Черкесске и Крачаевске продлилось до самого вечера. После подсчёта голосов список будет опубликован на официальных сайтах муниципалитетов. Анета Дышекова, Ислан Джукаев, Мурат Кемрюгов, Заурлиев, Архист, 24. В продолжении темы. В нынешнем году в Карачао-Черкесии 19 сельских семей получат субсидии на улучшение жилищных условий. Средства на это будут выделены по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Напомним, что эта программа направлена на создание привлекательных условий жизни на селе, и благодаря ей в Карачао-Черкесии с 2003 года свои жилищные условия улучшили 1296 семей, в том числе 501 из молодых семей и молодых специалистов. Но в этом году в программу вынесены нововведения. Семья-претендент теперь не имеет права приобретать помещение у близкого родственника. Также исключена возможность использовать полученную выплату на погашение задорности по жилищному кредиту. Он оставил яркий след в истории республики и памяти людей. Сегодня в Черкесску вековичили память Али Куджева. С 2004 по 2017 год возглавлявшего управление Росприроднодзора по Карачао-Черкесии. А 22 марта исполнился ровно год, как его не стало. В годовщину смерти Али Магомедовича на здании, где он работал, в последние годы жизни открыли мемориальную доску. Вместе с друзьями, коллегами и родными Али Куджева дань памяти ему отдал премьер-министр республики Асланузов. Репортаж Дарьи Назаровой. Добрый и отзывчивый человек, преданный товарищ и большой патриот своей малой родины. Именно таким помнят Али Куджева и его коллеги, друзья и родственники. Уход из жизни Алика Магомедовича – большая потеря для всех, кто его знал, в первую очередь для семьи. Роман Талисов знал Алика Куджева целых полвека. В 50 лет они шли рука об руку, радуясь успехом друг друга и помогая переживать невзгоды, когда те случались. Всегда можно было положиться на этого человека. Всегда. Если он не мог что-то конкретно чем-то помочь, то он всегда находился рядом. Это мог быть. И совет, и дружеское участие. Алик Куджев очень много сделал для своей малой родины. Внес значительную лепту в становлении государственности и развитии республики. Занимая руководящие должности с начала 8 лет в управлении Минэкономразвития Покорачаво-Черкесской республики, затем 13 в управлении Республиканского Росприроднадзора, он всегда был ответственным, целеустремленным с активной жизненной позицией и потому много раз был достойен государственных наград. Али Магомедович Куджев обладал блестящими организаторскими способностями. Активно участвовал в общественной, просветительской жизни и работе. Внес неоценимый вклад в развитие международного туризма, укрепление дружбы между народами разных стран. Для него патриотизм не был абстрактным понятием. Он любил свою малую родину. Али Куджева знают и помнят и за пределами нашей республики. Его имя занесено на доску почета Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Али Магомедович стоял у истоков формирования системы федерального государственного экологического контроля на территории Северокавказского федерального округа. Возглавляемое им управление достойно решало и решает, что нужно отдать должное. Сегодня задача по обеспечению экологической безопасности и сохранению природоресурсного потенциала Карачаева-Черкесии. Светлая память навсегда о нем останется в наших сердцах. В этот день об Алике Куджеве прозвучало множество слов от разных людей. Но в одном сошлись все. Это был человек с добрым сердцем и широкой душой, как говорили выступающие наш Алик. Сердце Алика Куджева перестало биться ровно год назад, 22 марта 2017 года. Он скоропостижно скончался от тяжелой болезни. Он ушел из жизни, но навсегда остался в памяти родных и близких, друзей и коллег и просто жителей Карачаева-Черкесии. Дарья Назарова, Олег Молхожев, Архиз-24. В Карачаево-Черкесии создадут единую базу фирм, оказывающих риэлторские услуги. Накануне в Доме правительства прошла встреча риэлторов региона с представителями республиканских органов власти. На ней обсуждались вопросы предоставления достоверной информации гражданам, которые оформляют сделки с недвижимостью. Предполагается, что создание единой базы упростит для жителей Карачаева-Черкесии получение такого рода услуг. Сводная информационная база должна появиться в сети интернет в течение текущего года. Дарья Назарова, Олег Молхожев, Архиз-24. Регулировать именно в порядке средней статистической расценки. Расскажи, где торгуют смертью. Название антинаркотической акции, которая проходит сейчас на территории Карачаева-Черкесии, говорит само за себя. Оно призывает не просто отказаться от наркотиков, но и остановить тех, кто пытается направить нашу молодежь на неправильный путь. Ученики 18-й гимназии присоединились к этой акции, чтобы рассказать сверстникам о вреде наркотиков. Подробнее Екатерина Иванова. Эти девять школьников поднялись на сцену не только для того, чтобы продемонстрировать свои таланты. Здесь у них другая задача – призвать сверстников никогда не употреблять наркотики. Члены волонтерского отряда «Пламя» уже второй год по зову души занимаются антинаркотической пропагандой. Безусловно, мы хотим дать информацию о том, что нельзя принимать наркотики. Мы, конечно, против алкоголя, против табакокурения. Мы только за здоровый образ жизни и пытаемся это сказать детям помладше, но, может, даже и нашего возраста детям, которые не понимают это. Старшеклассникам 18-й гимназии не впервой во всеуслышание заявлять о своей позиции. Несколько раз в год они проводят подобные антинаркотические акции, каждый раз находя для этого новые подходы. Мы, когда у нас проходят дни трезвости, выходим в микрорайоны, раздаем листовки. У нас существует информационный стенд, конкурсы различные. Сотрудничаем со всеми специалистами соответствующих структур. Это и наркоконтроль, и психологический центр, и наркодиспенсер. Мы тоже стараемся держать это направление одни из приоритетных. В этот раз к акции ребят из 18-й школы присоединились их коллеги – волонтеры 11-й гимназии. Сказ, горайся, ярче пламя, светом доброго огня. Это пламя, ровно, знамя для себя и для меня. Ребята показывали тематические номера и постановки, а кульминацией акции стало упражнение, в ходе которого одни школьники были превращены в марионеток, а другие – в кукловодов. Таким образом, психологи дали понять детям, насколько некомфортно оказаться зависимым от чего-либо. Но самое главное – научить детей отвечать отказом на предложение попробовать наркотик. Очень важно научить детей правильно отказываться, то есть и не обижая, например, если это какой-то знакомый человек, да, не обижая его, но тем не менее четко дать понять этому человеку, что он не будет этого делать. И кроме этого еще, можно сказать, привести пример, как можно по-другому сделать себя счастливым человеком. Можно вот так даже сказать. То есть предложить заняться спортом или прочитать определенную хорошую книгу. Всего нынешняя акция объединила около полусотни детей, которые теперь точно знают, что наркотики несут с собой разрушение личности и физическую боль. Екатерина Иванова, Мурат Кемрюгов, Архиз, 24. В Малом Зале Дома правительства прошло первое в нынешнем году рабочее совещание комиссии по делам несовершеннолетних, на котором были рассмотрены важные вопросы о взаимодействии органов и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Подводя итоги работы, члены комиссии отметили, что за первый квартал этого года число правонарушений с участием несовершеннолетних заметно снизилось. Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних за 12 месяцев 2017 года раскрыто 70 преступлений. Прошлый год 73. Стоит обратить особое внимание, что было раскрыто 7 преступлений, предусмотренных статьей 150 УК РФ, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Прошлый год 3. Одно преступление, предусмотренное статьей 151 УК РФ, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Прошлый год – два. И три преступления, предусмотренные статьей 156 УК РФ, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Прошлый год – три. Подарить детям хорошее настроение очень просто. И для этого не обязательно устраивать какой-то особый праздник. Детские улыбки расцветают от самых простых подарков. Об этом убедились депутаты города Карачаевска. Побывав в гостях у воспитанников детского сада «Теремок» с приятной миссией. А вручить малышам игрушки от депутатского корпуса. Пришелся ли подарок по душе, расскажет наш корреспондент. Перед важными гостями эти детки немного стесняются. Но скрыть улыбки удается не всем. Ведь малыши уже знают, что к ним пришли не с пустыми руками. Куклы, машинки, мечи, конструкторы. Такое количество игрушек в одном месте можно увидеть разве что в магазине. Детям не верится, но это все для них. Нам подарили все игрушки. Куклы, коляски, наборы, докторы. Мы будем очень рады играть. Мне понадобятся игрушки. Особенно Боби Бон. Что ты будешь делать? Играться, малышки. Подарком рады не только дети, но и воспитатели. Ведь в их детском саду ассортимент игрушек не обновлялся довольно давно. А тут столько всего и сразу. В том числе много полезных развивающих игр для детей. Эти игрушки нам очень необходимы. У нас, конечно, имеется свой запас игрушек. Но это дети. Они всегда под рукой детей, эти игрушки. Они ломаются. И вот по новым нашим стандартам, по новой программе ФГОС, конечно, эти все игрушки. Здесь очень много для развивающей нашей среды игрушек. Очень много дидактического материала. А депутаты, в свою очередь, говорят, что помогать детям – их прямая задача. И надеются, что такие визиты станут для депутатского корпуса доброй традицией. Во время рабочего визита мы общались с заведующей, виделись с детьми, смотрели, что им нужно. И обнаружили недостаток детских игрушек. Я доложил об этом руководству администрации. И они выделили денежные средства. И в дальнейшем будем стараться всячески радовать детей. И делать все возможное, чтобы дети улыбались и были счастливы. Но своих гостей дети просто так тоже не отпустили. Самые маленькие воспитанники детского сада подготовили для депутатов свой небольшой музыкальный подарок. Мы, матрешки, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, как при коже, посмотри, посмотри, посмотри. Юлия Житная, Дарья Назарова, Радомир Князев, Архыс, 24. А благоустройство дворовых территорий, содержание дорог, ремонт жилищных помещений. Эти вопросы поднимались во время встреч советника президента России Александра Бедритского с жителями нашей республики, обратившимися к главе государства через сеть мобильных приемных президента. После ряда официальных встреч Александр Бедритский посетил, пожалуй, главные исторические памятники нашего региона. Нижнеархысские храмы или Христа. Но даже во время культурной программы он не забывал о работе. Как прошли встречи с жителями Карачаево-Черкесии? Какие впечатления оставили в его памяти храмы республики и климат региона? Над чем сейчас работает советник президента? Ответы на эти вопросы с первых уст узнавала Екатерина Иванова. Для Александра Бедритского это первый визит в Карачаево-Черкесию. И он не мог не найти хотя бы пару часов для культурной программы. Особенно, если речь идет о древних храмах нашей республики. Прогулка по старейшему памятнику христианства Нижнеархысскому городищу поразила его не только древней историей, но и удивительной сохранностью объектов. Но, пожалуй, больше всего советника российского президента по вопросам изменения климата впечатлели не столько истории и культура, сколько природа и погода Карачаева-Черкесии. Замечательный клим после московских холодов, снега, оказаться в таком, когда весна в расцвете, особенно не в горной части, а на равнинной части, очень приятно. Тепло, свежий воздух, голубое небо, яркое солнце. Конечно, это вдохновляет и повышает настроение и оптимизм. Несмотря на то, что в нашей республике Александр Бедрицкий в первую очередь изучал опыт работы мобильных приемных президента России, не забывал он и об обязанностях советника президента по вопросам изменения климата. По словам Александра Ивановича, сегодня во всем мире идет процесс потепления. Где-то из этого можно извлечь выгоду, где-то необходимо быстро наладить работу по нейтрализации негативных изменений климата. Вот эта работа после принятия Парижского соглашения в 2015 году, она ведется у нас решением правительства. План такой подготовки к ратификации Парижского соглашения он выпущен. Вот в этом году должны подготовить в целом по Российской Федерации план по адаптации, по отраслям и так далее. А на следующий год, перед тем, как будет рассматриваться возможность ратификации, должна быть разработана стратегия низкоуглеродного развития, то есть с уменьшением выбросов парникового газа. В целом, советник президента остался доволен своим визитом в Карачаево-Черкесию, и по большей части его положительные эмоции вызваны результатами общения с жителями региона. Граждане, во-первых, они по-виденему доверяют органам власти, не только президенту, но и власти на местах. Это видно, в общем, по взаимодействию, по отношению, про то, как разговаривают о том, что было, какие вопросы решали позже. Я уезжаю в приподнятом таком настроении, потому что видно, что на всех уровнях, муниципальные районы, городской округ, руководство города, руководство области, они не прячутся за трудности, а стараются вопросы решать, как бы это ни было трудно. Александр Бедрицкий выразил надежду, что его первый визит в Карачаево-Черкесию не станет последним, и он еще раз вернется в нашу республику. И не только по работе, ведь здесь еще осталось так много мест, которые он хотел бы посетить, как простой турист. Екатерина Иванова, Мурат Койчев, Архиз, 24. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звание – заслуженный тренер России. Моя жизнь, по сути дела, сколько лет все связано с боксом. Сам боксировал 13 лет. Потом был перерыв в спорте, я работал, но не в боксе. А потом вернулся, и вот уже 30 с чем-то, не считаю, беспрерывно опять. У Давыдова к каждому воспитаннику свой подход. Он умеет с самого начала разглядеть потенциал своего воспитанника. Так было и с Евгением Баклашкиным. Сегодня он мастер спорта, призер первенства и Кубка России, двукратный победитель ЮФО. Победитель всероссийских турниров, неоднократный победитель первенства Карачаево-Черкесской республики. За свою спортивную карьеру он провел более 130 боев на ринге. Насколько это сложно, я даже представить себе не мог, пока не столкнулся сам с этой работой. Потому что это очень тяжелая как и психологическая, моральная работа, так и физическая. Дети – это, как говорится, наши цветы жизни. И наша задача не только обучить их, но и сделать так, чтобы они остались такими же здоровыми и жизнерадостными. Все воспитанники отзываются об Александре Давыдове, как о родном человеке, который заботится и опекает их, где бы они не находились. Сам Александр Степанович рассказывает, что гордится успехами ребят, хотя были у него и переживания, и бессонные ночи. Нисколько бы лет не проходило, для меня интереса этот вид спорта не угасает, интерес к этому виду спорта. И с каждым днём я узнаю всё больше и больше, каких новых движений, приёмов и так далее. Очень нравится. Валерия Мезенцева занимается у Александра Давыдова с 8 лет. Сегодня девушка входит в состав женской сборной России. Недавно она выступила на чемпионате СКФО по боксу среди женщин. Стала чемпионкой округа в своей весовой категории. В этом году я в первый раз по женщинам выступаю. Я в финале боксировала с дагестанкой. Волновалась немного, потому что первый раз по женщинам выступаю. За долгие годы тренерской работы Давыдов подготовил много талантливых боксёров. Один из самых известных его учеников – заслуженный мастер спорта Мурат Храчев. Бронзовый призёр летних олимпийских игр в Афинах. Обладатель Кубка мира. Двукратный чемпион России. Александр Степанович – это человек, который воспитывает нас, формирует наше сознание, прививает нам благородные мужские качества. Растит нас, как собственных детей, даёт нам самое лучшее. Удерживает нас от плохого. Мудрыми своими советами направляет нас по жизни. Также его воспитанником является Ислам Тикеев – двукратный пронзовый призёр чемпионатов России. Ислам по праву считается одним из самых перспективных тяжеловесов в нашей стране. На счету молодого боксёра уже множество побед на турнирах самого высокого уровня, стараясь сделать так, чтобы ребята достигали высоких спортивных результатов. Мы, тем не менее, не ставим именно это главной целью нашей работы, говорит Александр Степанович. Основной упор делаем на физическую подготовку и воспитание духа. Юноши должны быть готовы к выходу во взрослую жизнь, должны уметь постоять за себя и защитить слабых, если это потребуется. Я хочу обратиться к родителям детей. Приведите в зал, покажите им. Пусть попробуют, понюхают порохом, узнают, что это такое. И я уверен, что пускай не бокс, пускай шахматы, пускай фехтование, пускай гимнастика или борьба, но они найдут себя в спорте. А для достижения своими воспитанниками высоких спортивных результатов Александр Давыдов постоянно совершенствует техническую и тактическую подготовку боксера. Александр Степанович Давыдов всю свою жизнь посвятил боксу. За долгие годы своей тренерской деятельности он воспитал огромное количество спортсменов, которые достигли результатов разного уровня. Мы гордимся, что в нашей республике есть тренер такого высокого класса. Поэтому хотим пожелать Александру Степановичу долгих лет жизни, крепкого здоровья и чтобы еще долгое-долгое время он нас радовал своими успехами. Воспитанники Александра Давыдова с каждой тренировкой показывают все лучшие результаты. И нет сомнений, что у них все шансы подняться на очень высокие спортивные вершины. Ведь их готовит не просто титулованный тренер, но и заботливый воспитатель и просто неравнодушный человек. Александр Степанович Давыдов. Асиат Мамаева, Станислав Сашков, Заур Лев, Ибрагим Батсаев, Археус 24. Полную версию документального очерка Асиат Мамаева и «Жизнь достойная человека» смотрите на нашем канале 25 марта в 20.00. Новые предложения от известной компании шубных изделий «Белка». В магазин «Вятские меха» поступили новые модели, хиты весеннего сезона. Свою идеальную шубу здесь смогут найти элегантные, стильные, динамичные представительницы прекрасного пола. Тем более, что магазин предлагает на меховые изделия скидку до 50%. Более подробно о меховом ассортименте в нашем сюжете. Весна окончательно вступила в свои права и диктует нам свои правила моды. А это значит, что пора уже сменить шубку на более удобный, весенний и стильный образ. Несмотря на теплые деньки, не следует забывать о коварных ветрах Кавказа. Натуральный мех прекрасно защитит от ветра и придаст образу любой дамы благородство и роскошь. Итак, сегодня мы представляем горячую весеннюю пятерку. Открывает ее актуальная модель жилета-трансформера из норки. Очень стильный атрибут верхней одежды, легко сочетающийся с разными стилями. Всего несколько секунд и новый образ готов. Джинсовый деним, отороченный мехом австралийского песца, стал в России трендом этого года. Теплый и практичный. Он займет достойное место в гардеробе любой модницы. Жилет из кролика Рекса. По качеству и выделке не уступает дорогостоящей шиншилле. И выглядит превосходно и необычно. Невероятно теплый и приятный на ощупь. Доставит вам массу удовольствия при носке и защитит от холодного весеннего ветра. Иметь в своем гардеробе стильное необычное пальто из лимитированной коллекции – мечта любой девушки. Эти дизайнерские модели выполнены из меха североамериканской норки с использованием финской технологии расшива. Если вы хотите этой весной быть яркой, достаточно купить шубку из норки нежного пудрового оттенка. Поперечная раскладка и изящная брошь создают неповторимый образ, который выглядит восхитительно и выделит вас из толпы. Из множества моделей я остановилась на выразительной шубке из меха норки красивого пудрового оттенка. Ее цена со скидкой составит всего 43 400 рублей. И по традиции зиму нужно проводить достойно – большими сезонными скидками. Магазины «Вятские меха» предлагают скидки до 50% с возможностью рассрочки платежа. Ну а если у вас не оказалось всего денег – не беда. Оформим рассрочку на три года без переплат и первого взноса. Шубку забирайте сразу. И еще, милые дамы, компания «Белка» с наступлением весны приготовила для вас сюрприз. При покупке шубы вы получите ценный подарок. Сертификат на покупку нижнего белья «Very well». Приходите за своей шубкой в магазин «Вятские меха». Торговый центр «Панорама», первый этаж, улица Кавказская, 37. Юлия Житная, Ренат Ибрагимов, Мурат Койчев, Архыз, 24. Таким на наш взгляд были основные события дня. Напоминаем все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства «Карачао-Черкесия» и на нашем канале Архыз, 24. Номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова